От пятнадцатого эпизода лично у меня были буквально огромные ожидания. Складывалось ощущение, что серия будет кровопролитной, напряженной, и хоть частично так и есть, даже при обычном просмотре, не детальном, возникает тонна логических вопросов. Авторы, введя в шоу Тедди и его «конец-то начало», ознаменовали отход естественности проекта и приход очередной тонны грузных пафосных фраз, суть которых понять с каждым разом всё сложнее. А это происходит лишь из-за того, что на нас буквально-таки сбросили целый чан таких фраз, перемешанных между собой как только можно. Была сделана буквально из них целая каша, которая внешне и выглядит съедобной, но на вкус просто отвратно. Иными словами, звучит всё складно, но не сопоставимо с действиями героев. Не спешите ругаться, сейчас всё объясню. Это обзор пятнадцатого эпизода шестого сезона БХМ. Давайте начнём. И уже открывается эпизод в этом плане душновато. Под атмосферные кадры опустевшие общины ММО, мы слышим диалог Мишки, Тедди и Дакоты. Он промывает девчонки мозги и уже это начало надоедать. Да, поначалу, в одиннадцатом, двенадцатом, ладно, в четырнадцатом эпизодах смотрелось всё уместно. Уже сейчас, как по мне, давит на уши весь этот бред, которому Дакота поддаётся. Мне казалось, что после известия о скорой кончине, она как-то сама попытается ему помешать, хотя бы для того, чтобы избежать смерти. Дакота – эгоистка. Даже спасение Моргана не было актом альтруизма, а целым как бы продуманным планом. На удивление, Дакота смерть приняла нормально, и даже целиком и полностью погрузилась в идеи Тедди. Её сознание извращено до нельзя. Даже спасение её Моргана она изворачивает так, что нужно было для того, чтобы, с её слов, Дакота оказалась здесь для придания значения этому миру, и этой чуши, ну, слишком в серии много. Раз уж я коснулся этой сцены, то затрону и главную звезду эпизода – Стрэнда. С ним авторы тоже решили поиграть, вернуть персонажа к некоторым истокам, когда его поступки были хитрыми, нежданными, но имели цель, имели выгоду и не всегда только для него. Скажем, понять его поступок с договором о сдаче дамбы было можно, это выглядело более чем логично. Сейчас же всё не совсем так. Хоть на первый взгляд и кажется, всё чем-то в духе Стрэнда. Виктор идёт с Момо, потому что хочет доказать Алиси, что трудится на всеобщее благо, а не для себя. Что говорит в этой сцене. После перепалки здесь, когда Морган хочет рискнуть своей жизнью и слушает Таги Стрэнда о том, что есть другой путь, герои оказываются в ловушке, пока, собственно, этот путь и искали. После этого Морган говорит… За этим следует спича Виктора, который сказал, что слова Алисии, оказывается, как он только что понял, предназначались Моргану, так как тот может сделать то, чего не может Стрэнд. Но никак эти слова, ну, не вяжутся. И ведь в итоге понятно, почему Стрэнд так поступил. Он понял, что даже самый близкий человек считает его неспособным на что-то большее. На что-то, что поможет всем, а не только самому Стрэнду. Потому-то он и отнял оружие у Моргана. Потому-то и оставил его одного. Чтобы сделать всё в одиночку. Не подвергая никого больше риску. И чтобы оказаться в глазах Алисии героем. Но ведь всё это кажется абсурдным, если учитывать покушение на жизнь Моргана. Учитывать вот эти оправдания. Ведь правда, на ММО упали два мертвеца. Подходили ещё ходячие, и это ты считаешь спасением всех жизней. А если бы Морган погиб? Настоящий Стрэнд так бы точно не поступил. Потому что в этих действиях нет для него выгоды. Если бы Морган всё-таки умер, а об этом заявила Дакота по рации всем. То Стрэнд, спасаем всех или нет, оказался бы трупом. Это очевидно. Никто не стал бы его жалеть. И тогда, в чём был смысл вот этого вот геройства? Если ты по итогу ничего из этого не получишь. Он мог, например, дождаться удобного момента и запереть Моргана так же, как и сам Морган хотел сделать. Отгородиться люком, успеть его закрыть. Но то, что нам показали сейчас, это... Ну, очень глупо. Я бы не сказал, что это всё в стиле Стрэнда. Он сам себе придумал, что слова Алисии направлены именно Моргану. Сам для себя решил, что правильным решением для спасения жизней будет покушение на жизнь друга. Персонажам просто повезло сейчас, что карта подошла. А ведь останься Стрэнд с Момо, они бы быстрее вместе обыскали ходячих и быстрее бы оказались у Тедди. Смогли бы предотвратить запуск. Тогда бы всё равно Стрэнд оказался героем, ведь он хоть вместе и с Морганом, но всё-таки спас всех. Показанный же его поступок в эпизоде... Это какая-то полная идиотия. В итоге здесь мы получили какое-то словесное мессиво, выданное за что-то гениальное, как в старые, в кавычках, добрые времена. И нет же, в целом эпизод нормальный, есть интрига, есть накал, но абсурдность ситуации со Стрэндом, ну, выводит. Вопросы есть и к остальным членам команды. Почему вы, идиоты, во-первых, привезли сюда беременную, а во-вторых, почему, в принципе, эта часть группы не уехала куда подальше? Это ещё повезло, что выпущена была одна ракета, но что, если бы их было больше? Шансов свалить было бы меньше, да и самой подлодке могло достаться, а получается и тем, кто рядом. Откровенно же глупо, ну, согласитесь. Столь же глупо, как и идея отпустить этих двух шизоидов. Они ведь явно ещё наведут жути, наломают дров, а вы потенциальную угрозу отпускаете. Уверен, в следующем эпизоде это аукнется, и какие-то жертвы люди Моргана точно понесут. Вот такой вот короткий опять ролик. На прошлую серию желания особо делать видео не было, так как серия была обычная, а в некоторых моментах при этом попахивала восьмым сезоном Ходячих. Так что, увы, без неё. Тем более, сейчас я занят некоторыми большими роликами, которые приоритетнее, чем обычная средняя серия. Ну, а оценка этого эпизода перед вами. А как оцениваете эпизод вы? Напишите в комментариях или голосуйте в группе ВК. Ну, а на этом всё. Если вам понравилось видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, а также оставить комментарий. Помимо этого, тыкаем на колокол, чтобы не пропускать новые ролики, оформляем спонсорские подписки, потому что это клёво, и не забываем о группе ВКонтакте. До скорых видео!